Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Почему больно после предательства мужа, хотя любви к нему давно не испытывала, ненавидела, было время? За 17 лет в браке, в разводе уже 4 года и столько же его внебрачной дочки. Я держал семью ради детей, но они видели, как папа с балкона пытался на простынях спуститься, когда я ключи от машины забирал его пьяного. Сейчас новой женой не пьет, обвенчался, удочерил ее дочь от предыдущего брака. Как вы думаете, какие чувства у меня? 45 лет, сына 21 и дочери 16. Я бы сказал, что вам больно от того, что вы здесь сталкиваетесь очевидно с тем, что давным-давно перестали жить для себя и жили ради детей, ради своего мужа. И, соответственно, это воспринимается вами как инвестиция, то, что я вкладывал, да, вкладывал, вкладывал в это, а в итоге все это развалилось. Начнем мы с вами, пожалуй, не сначала, а со середины, где вы пишете, что держали семью ради детей, но они видели, как папа там, соответственно, пьет, да? Вопрос. А для детей ли вы держали семью, если такое поведение родителя, да, мягко говоря, не самое образцовое и не самое приятное. Вопрос. Детям-то получается только вред был. Это первое. Не обманываете ли вы себя, да? Говорят им, что семью держали ради детей. Второй момент, значит, предательство, вот, когда человек воспринимает что-то в другом, как предательство, это правоожидание. Да? То есть вы чего-то хотели, вы на что-то рассчитывали, только ответственность за это вы принесли на своего мужа. И ваша модель поведения, которую вы продвигали в реализации своих потребностей, она, по-видимому, привела к тому, что ваш муж пил, потому что с другой женщиной он не пьет. Это говорит о том, что отношение с вами, точнее, в отношении с вами есть благоприятная почва для него, чтобы пить. Вот. Алкоголь – это избегание. Ну, один из таких психологических феноменов злоупотребления алкоголем – это избегание. Вот, соответственно, вам нужно, если вы хотите выстраивать здоровые отношения, да, с мужчиной, то вам нужно вот разобраться в том, что представляет из себя вот это вот то, от чего избегал ваш муж. Вероятно, это контроль, вероятно, это какая-то жесткость, вероятно, это и какая-то родительская позиция ваша по отношению к мужу. Вот. Потому что, опять же, злоупотребление алкоголем – это регресс в детское состояние. Причина, по которой мужчина перестал пить с другой женщиной, вот, заключается в том, что с ней он не в позиции ребенка находится, а в позиции взрослой-взрослой. Поэтому вот такой момент. Дальше. Развод и, ну, я не знаю, была ли измена, да, то есть вы об этом не пишете, но развод, расставание как довольно серьезный фактор в контексте перемен в жизни является травмой психологической и, соответственно, боль еще. и поэтому вы сталкиваетесь с переменами, какие-то реакции ваши на перемены не готовы, вы привыкли жить вот, ну, за 18 лет, да, вы привыкли определенным образом жить и, естественно, это больно и травматично. Поэтому психотразму здесь нужно проживать. Делать это лучше всего с психологом. Отвечая на вопрос, который очень похож на риторический «почему больно после предательства мужа», я отвечу вам так, что, как бы, тут два момента. Первое, то что вы поведение мужа считаете предательством, в принципе, как бы запрещая человеку, да, какие-то изменения запрещают человеку, ну, потребность в переменах и так далее. То есть чего-то ожидая от него, считая, что он вам должен, да, это первое. И второе, то тоже, что боль связана с тем, что, грубо говоря, когда вы были в отношениях с мужем, кстати говоря, не в здоровых отношениях, потому что он злоупотреблял алкоголем, да, и вот. Вы были, условно говоря, наполнены. Сейчас эта наполненность стала частичной, образовались пустые места, вот, или слепые пятна, как угодно можете это называть. Отчего и больно. Это не структурированность, не заполненность. А заполнять самостоятельно, как и чем, вы, вероятно, попросту не знаете. Поэтому, опять же, боль нужно прожить, обиды, претензии и так далее нужно прожить. Вот. И учиться себя заполнять. В целом, если моя гипотеза относительно того, что вы живете ради других верна, то вы, в общем-то, довольно-таки жертвенную позицию занимаете, да, вот. Это тоже нужно корректировать. И после коррекции, я думаю, что вам, конечно, будет неприятно, если вдруг кто-то от вас уйдет, да. Ну, вот. Ну, вот говорить о том, что предательство, боль четыре года, ну, такого вряд ли, вряд ли будет. Лично я думаю, что раз у вас не было любви, обычно очень часто люди так говорят, что вот ради детей там семья и прочее, но здесь есть элементы созависимости, то есть вы, очевидно, находитесь в созависимости со своим людям до сих пор, хотя он уже не с вами, ну, вот. И вот это тоже очень важный момент, что созависимый партнер, да, как бы выходя из отношений созависимых и не проходя психотерапию, да, он, ну, испытывает болезненные, болезненные, неприятные ощущения, вот. И последнее, о чем я бы хотел сказать. В вашем тексте и дополнении к нему как будто бы содержится противоречие. Вы спрашиваете, почему больно предательство мужа, и в то же время вы говорите, какие чувства у меня к нему, да, при этом вы называете свой возраст, возраст своих детей, я не очень понял, к чему это, вот. По моим ощущениям, вы как будто бы ставите на себе крест, обрекая себя на всё, что вот я осталась без мужа, больше мне никого не будет. Типа он новую жизнь начал, да, новую жизнь у неё, а вы нет, вот. И совершенно очевидно, что эти ограничения искусственные, они иллюзорные, совершенно очевидно, что детство исходит из того, что никому вы больше не нужны, вот. Совершенно очевидно, что вот вы переживаете такое вот ощущение, что у мужа всё хорошо, а у нас всё плохо. Но правда в том, что в этом, да у мужа, у вас есть чему поучиться, потому что ваш муж принял решение, поменял свою жизнь, а вы нет. Вот. На этом, на этом всё, я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего самого доброго и удачи.